Сейчас вообще по идее должен быть автобус. Ну не знаем. Но автобуса нет ни сейчас, ни пять и даже не пятнадцать минут спустя. Эта остановка предпоследняя на маршруте 37-э. Одного из двух, которые соединяют областную столицу с ее самым отдаленным уголком, поселком Молочное. По словам местных жителей, чувство ожидания – это неотъемлемая часть поездки на работу. Испытывать его приходится порой дольше, чем длится сама дорога. Еще пока не привыкли к новому расписанию. Как они будут, регулярно ходить или нет, непонятно. Такой график нестабильный у автобуса. Не знаю, нам какое дали, расписание такое есть. А когда дали? Давно ли? Сегодня. Как выезжаешь на линии, так и дают графики. Проблемы испытывают и те, кто из Молочного уезжает и по другому маршруту. 37-му он отправляется из противоположного края поселка. Однако проблемы все те же – нестабильный график и отсутствие скидок по картам забота и некоммерческого партнерства перевозчиков. Все ругаются, особенно пенсионеры. Почему? Потому что сейчас дачный сезон начался. Все ездят на дачу, туда, обратно. Мне кажется, у нас как будто дискриминация с Вологдой. По-моему, должно точно так же, как в Вологде быть. Правда, мы же город, к городу относимся, но, увы, ничего нет. Перебои с графиком начались еще в феврале, когда обслуживанием маршрутов занималось ПТП-1. Жители могли ждать своего рейса по часу. Но с 1 мая номер 37 и 37-э в Вологде официально перешли другому – частному перевозчику – Вологда-Транс. Таким образом, со слов представителей городских властей, муниципальное предприятие решило отказаться от убыточных направлений. И теперь новый владелец пытается в буквальном смысле въехать в работу. А куда жаловаться, люди попросту не знают. Отсюда сотни различных сообщений, недовольных волокжан за несколько суток. Сегодня 37-э экспресс просто пролетел мимо Марфина так, что осталось только ручкой помахать. А народа немало было на остановке. Этот частник сам штраф и платить будет тем, кто на работу по его причине опаздывает. Куда жаловаться? Жаловаться нужно в диспетчерскую, номер которой в ближайшее время появится в салонах автобусов, обслуживающих эти маршруты. К слову, и самих транспортных средств станет больше к середине мая. А вот скидок не будет точно. Как заявил руководитель Вологда-Транса, компенсации за этот маршрут из городского бюджета предприятие не получает. При том, что перевозка пассажиров от вокзала до Молочного обходится дороже всех имеющихся направлений в областной столице. Вот если расчет делать с пригородных тарифов, то стоимость проезда до Молочного составляет 61 рубль. При себестоимости перевозки 58 рублей. Для того, чтобы как-то декомпенсировать стоимость проезда и без увеличения предельной ставки проезда, было принято решение об отмене скидки по предъявлению карты забота и той скидки, которая предоставляет некоммерческое партнерство. Однако все так же будут действовать проездные забота и поддержка. Что же касается графика, то он на стадии согласования. Уже в четверг он появится на всех остановках маршрутов 37 и 37Э. А после обновления автопарка будет скорректирован в пользу пассажиров. Чтобы ждать транспорт, им приходилось гораздо меньше. Павел Громов, Николай Замараев. Новости Вологды.